В составе этой части белорусской делегации интересующиеся промышленностью Орловский стали прокатный завод привлекателен для них сразу с нескольких сторон. В первую очередь, как площадка индустриального парка «Орел». Вот если у вас регистрируется резидент, есть ли какие-то преференции либо на федеральном уровне, либо на местном уровне? С белорусскими партнерами Орловская область давно сотрудничает. Тесные связи есть у Левгидромашем Ценского литейного завода промприбора. Теперь вот и у Аспаза. Осенью 2017 года сотрудники завода собираются с ответным визитом в республику. Мы налаживаем отношения с белорусскими предприятиями. Как я уже говорил, на БелАЗ будет сейчас загрузка. И, соответственно, хотелось бы более подробно обсудить наши качества, что устраивает, что не устраивает, что нужно менять, ну и обсудить планы по развитию сотрудничества. Показали белорусским коллегам работу крепежного цеха Орловского завода. Здесь готовы изделия и для Керченского моста, строительство которого ведется в Крыму. Кстати, крепежи Орловского предприятия пошли и на строительство объектов к Сочинской Олимпиаде 2014 года. У нас с Орловской торгово-промышленной палатой подписано соглашение о сотрудничестве 7 лет назад. Мы его хотим обновить и наметить пути дальнейшей реализации тех планов, которые мы сегодня утвердим, для того, чтобы бизнесу Беларуси, Могилевской области и бизнесу Орловской области было удобно работать. Мы сегодня посещаем Орловский столепрокатный завод, в частности крепежный цех, для того, чтобы руководители ознакомились с производством. У них есть определенный интерес, который связан с возможностью кооперации на рядах крупных предприятий Белоруссии с нашим Орловским столепрокатным заводом. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.